привет пупикус я сегодня сразу по делу буду старый сыч да пречь американский в халате проблема возникла да не у меня у вас обращаются ко мне постоянно то и слышу то и слышу я вот типа это так собака типа там понимаю все но сказать типа не могу да ладно мне эти лепить знаешь горбатого здесь понимают они сказать не могут ну понимаете вы а чё вы сказать то не можете вот люди знают они себя любят утешать пишут там везде я знаю там английский там знаю все проверяешь и ход на реальная речь проверять нифига не знаю что-то начинают там туда-сюда на лет это плавают как это три слова из 15 и поняли думаю то я вообще остальное там додумали думать я вообще все тут понимать все тут знаю вообще понимать а сам типа я сказать не могу а почему ты не можешь сказать почему вот почему я я скоро запишу вам все эти ответы на эти вопросы понимаешь но тут скорейшем знающий человек вам более деликатно объяснит я-то ваще у меня башню сразу срывает я она начинаю там это вроде старый уже сыч там каждый осадит и там давай поспокойнее там пример поколению покажи другому меня вообще на не могу уже понимаешь с этим поколением которые это понимаешь надо аккуратно но я так не могу поэтому вот у меня есть корешок который все деликатно объяснить все думает что это так на почему нельзя да потому нельзя да потому что обращать внимание на данном вещи понимаешь надо быть внимательным прежде все внимательно особенно к тому что отличается и вот здесь уже ваше дело изучать или отвергать вот так давай пока я тут вообще не разошелся пошел в интернет здравствуй подпеку с американских студии в инстаграме какое-то время назад я выкладывал вопрос задание вот такое которыми написал предложение our cost for good eyesight и попросил людей перевести ну по сути люди перевели опять же догадались то что на нашей работе требуется хорошее зрение но я понимал что догадаться догадаются сложность была не в этом и часто люди люди они как раз не понимают этого момента хотя я стараюсь им на это указывать вот я также также я вчера ночью выложил другой подобный вопрос из попросил наоборот перевести на английский предложение на лестнице держитесь правой стороны вроде бы простое предложение 8 января я выложил публикацию когда стоял на платформе ждал поезд и у просто увидел знак я обожаю знаки различные табличка была там это что рекомендации не то что за не то что указание ну да указания скажем так какие-то были я вас фотографировал опубликовал и попросил людей обратить внимание на те вещи которые им казались бы не то чтобы сложные но неординарные так скажем ческальда ничего такого ничего особенного и это да то есть когда ты читаешь английский текст и переводишь голове ты догадываешься вот как с предложением call for eyesight а теперь я сделал переведите наоборот держитесь правой стороны лестницы немногие ответили на те кто ответ конечно да было неправильно почему потому что опять же здесь у нас будет различия в предлогах в русском даже вообще нету мы можем сказать keep to the right on stairs или stay to the right on stairs то есть соответственно здесь у нас уже несоответствие с русским языком идет когда вы видите эту фразу на английском это понятно что вы ее можете легко понять ничего сложного мне нет а когда вам надо сказать пару по английски эту же мысль вы начинаете путаться вы не знаете как сказать правильно и вот отсюда происходит именно другая вещь когда люди говорят я все понимаю или я многое понимаю но сам ничего сказать не могу и вот этим они себя как-то утешают отчасти типа вот я у меня есть какой-то уровень замечательно что вы понимаете что вы можете что-то расправиться замечательно но вы именно поэтому но вы не можете вы сказать именно потому что вы не обращаете внимание на такие вещи но это одна из причин то множество причин я о ряде уже не говорил в рубрике причины в языкового барьера то есть это одна из причин потому что вы не обращаете внимание на такие вещи вам кажется это все понятно вы думаете ну все понятно все понятно тоже так с предложениям call for eyesight вот допустим давайте предложение скажу вот я вам по-русски скажу обещают или ожидают ожидают дождь как вы будете переводить вы наверно будете переводить что-нибудь zay are promising или zay are expecting или еще что-нибудь ну не знаю ну пытаться вот обещают ожидают вот эти какие-то слова вы будете переводить ни одной из них там не будет использоваться по сути чаще всего эта фраза будет звучать за я call in foreign тоже call for тот же самый фразовый глагол который у нас используется в предложении our calls for good eyesight то же самое то есть требуется ожидается когда вы не обращайте внимание на это такие вещи вы просто видите да ну понимаете там как-то догадывать с логически интуитивно домысливать это прекрасно что но нужно нужно на это обращать внимание поэтому для именно для этих целей я публикую вот такие казалось бы несложные линии недостойные вашего внимания вещи одна из причин неумение выражать ваши мысли на английском языке кроется именно в этом потому что вы не отрабатываете такие вещи вы их не запоминаете вы их видите возможно догадываетесь интуитивно на этом все поэтому вот так вот всем мир